ТНТ Я отправила ему сообщение в час сорок. Он вышел в час сорок один и не прочитал моего сообщения. А что ты тогда делал? Тимешкин. Мед и полное высшее образование училась на переводчика, но бросила институт. Пришла на кастинг в тот момент, когда рассталась с парнем. Ему она сделала предложение, продала свою цветочную мастерскую и уехала в другой город. Начать все сначала. Мечтает объехать весь мир. Алина Клапкива. Учится на телерадио журналиста. Скромная, ранимая. Мечтает написать книгу. Мемуары. Нигде не работала. Обеспечивают родители. Увлекается эзотерикой. Вероника Баршова. Окончила музыкальный колледж. По двум специальностям. Хоровое дирижирование и вокальное искусство. Есть высшее образование. Институт театра. Музыки и хореографии. По специальности вокальное искусство. Закончила модельную школу. Пришла на шоу солдатки, чтобы засветиться, получить славу в публичность. Однажды участвовала в митинге за идеей, но не помню за какую. Анастасия Зайцева. Окончила университет. По специальности менеджер гостиничного сервиса. Четыре года работала текильщицей в барах. Сейчас работает барменом в пабе. Мечтает построить дачу для мамы. Однажды спасла от смерти мужчину во время приступа. Диабета. Работала в полиции. Опоздала на работу на час. Помогала пожилым людям спускаться по скользкой лестнице. Алена Маснева. Специалист по закупкам. Училась в кадетской школе. Имеет высшее юридическое образование в разводе. Добрая и завистливая. Мечтает стать счастливой женой и мамой. Была дважды замужем. Клавдия Безверхова. Училась в автомобильном дорожном колледже. Не окончила его. Уехала в Москву. На шоу, чтобы пропиариться. Участвовала в Доме-2. Собрала меня моя красоточка. Выездной салон красоты называется. Лизавета Сергеева. Работала инструктором по сноуборд. Умеет припеть языком. Рад, что мы увидели сегодня. Ты такая красивая. Спасибо. Ты тоже хорошая. Оу. Здесь становится жарко. Честно говоря, мне тоже становится жарко. Ну хочешь, разденься. Прям сейчас? Ну да. Прям всё-всё снимать? Ой. Тебе кажется пятно на кофте. Дарья Кондратьева. Окончит модельную и актёрскую школу. Учится в школе каскадёров. Снимается в рекламе, в кино. Мечтает состоять в кино, чтобы отец ей гордился. Что у нас? Горяши. Вот она потом вся, вся зайца будет делать. А я щас отвлекнулась. Я щас нормально. Ну всё. Да? Там нормально? Ну нормально. Дарья Разумовская. Имеет высшее медицинское образование по специальности дерматовенерология. Работает косметологом. Парень ей изменил, и она пришла на проект. Мечтает купить маме дом. В гении Моисеева есть высшее экономическое образование. Работает менеджером под подбору персонала. Разведена. Что вы делаете? Что вы ходите? А что вы там делаете? Я говорю, что вы здесь вот всё ходите? Всё ходит и ходит. Всё ходит и ходит. Ухожу, ухожу, ухожу. Всё уходит и ходит. Яна Заищенко. Работает в школе танцев. Ставит шоу программы. Поёт и даёт музыкальные уроки. Имеет два высших образования. Окончила институт кино и телевидения по специальности маркетолог. Институт культуры и искусств по специальности артист эстрады. Занималась чёрной магией. Но перестала. Категорически отказала. Любимому в сожительстве до свадьбы играет на балалайке. Зашла на страницу к новой подружке моего бывшего. И она такая вся бьюти-блогер. Хорошая девочка такая. Рассказывает в своём аккаунте, как она по полчаса переднюю часть черепа намазывает вообще какими-то мазями непонятными. Сначала я тоником протёрла. Александра Хитриченко имеет два высших образования. Окончила ТВГТУ красный диплом бакалавра по направлению менеджмент и НИТУ. Месяц магистр физика. Мечтает стать актрисой и получить роль в кино. Боится высоты, но всё же прыгнула с высоты 84 метра. Ненавидит людей за жестокое отношение к животным и унижение слабых. Постоянно падает в обморок, потому что слабая. Вегетососудистая дистония. Кандидат мастера спорта по шашкам. Третий разряд по шахматам. Проблема ещё не только в росте, но и в моей внешности. Мне 25 лет, а выгляжу, как будто мне 16. А какой рост у вас? 158. А у меня 154. Ну понимаете, у меня сейчас ситуация, мне нужно замуж выходить. А с кем знакомиться? Ко мне подходят ребята, которым по 16-18 лет. Ну мне-то уже 25. Ну вы правда миниатюрные. А взрослые мужчины, они не воспринимают меня как женщину.